Продолжается расследование причин и обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины в Иране. Напомню, в ночь на 8 января борт потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хамиини по маршруту Тегеран-Киев. Все, находившиеся в самолете, погибли. Это 167 пассажиров из семи государств и 11 членов экипажа граждане Украины. Всего 176 жертв. Душераздирающие кадры находок с места крушения публикуют журналисты. Вот, например, письмо иранского студента, адресованное Богу. Это молитва о благополучной сдаче сессии. В связи с тем, что за несколько часов до крушения Тегеран выпустил ракеты по военным базам американцев в Ираке, первые же предположения о причинах крушения намекали, естественно, на случайную иранскую ракету. Еще сегодня утром западные разведслужбы и официальные лица Ирана склонялись к версии о технической неисправности борта. Служба национальной безопасности Украины, напротив, выдвинула три возможные версии, основные версии. Зенитная ракета, столкновение с беспилотником или теракт. Впрочем, американский канал CBS только что сообщил, что по данным источников самолет был сбит иранской ракетой. Это подтверждает и издание Ньюзвек. Якобы американцы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет, предположительно за Эркатор, за которыми последовала инфракрасная вспышка от взрыва. Представители МАУ, кстати, подчеркивают, что Боинг был практически новым и прошел ТО только вот 6 января, всего за два дня до крушения. Вот так прокомментировал трагедию Юрий Мирошников, бывший президент авиакомпании Международной авиалинии Украины и член наблюдательного совета компании. Я работаю в МАУ 26 лет. Я знаю изнутри наши сильные и слабые стороны. Я знаю, насколько щепетильно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое. Я прекрасно помню случай во Франкфурте, когда на взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, который сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками топлива на одном двигателе. На вопрос «как» сказал, я это отрабатывал на тренажере. И то, что мы тренируем пилотов, используя в программе тренажера именно Тегеранский аэропорт, укрепляет мою уверенность в неоспоримой грамотности действий нашего экипажа. Я, конечно, не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца «Ромео», а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим. Безопасность полетов — наш главный приоритет. Я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей. Черные ящики Boeing повреждены, но информация на них доступна. Работают с ящиками иранские специалисты, поскольку Тегеран настаивает на своей прерогативе в расследовании катастрофы. Иранские власти также отказались передавать черные ящики США или компании Boeing. Можно ли уже делать какие-то выводы? Мы сейчас обсудим с независимым авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем. Он у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы только что, как и вы, и мы, мы все получили новости о том, что Пентагон, источники в Пентагоне усиленно теперь говорят о запусках ракет, изготовленного в России, разработанного в России за РК ТОР. Вы знаете, ну сейчас в самом деле сложно что-то говорить, потому что, допустим, сегодня в первые половины дня было сообщение Reuters, что оно как бы обобщило данные иностранных разведок западных о том, что нет доказательств запуска зенитной ракеты. Поэтому, а сейчас появились новые, да, сообщения. У меня тогда сразу вопрос к американцам, а что вы молчали? То есть ваши данные, они же были с самого начала. Но у них была ночь. Да, была ночь, они спали. На самом деле версия теракта на борту или уничтожения самолета зенитной ракеты, она изначально была приоритетной, да, то есть здесь ничего не добавилось. Американцы только теперь говорят о том, что там была зафиксирована, значит, вот работа радара и, соответственно, две вспышки. А дело вот в чем. Сразу, понимаете, в любой версии сейчас какие-то вопросы, да, то есть инфракрасная, допустим, ракета с инфракрасной головкой, она летела на двигатель. Соответственно, ну опять же, вот по последним данным, украинские специалисты, которые попали на место падения, смотрели оба двигателя, говорят, что в двигателе, двигателя следов пожара нет. Горел салон. А салон устроен так, что там, по большому счету, гореть-то особо нечего. Но чтобы он загрелся, нужно постараться. То есть возникает версия теракта на борту. То есть в любом случае мы сейчас можем сказать о том, что на борту сразу после взлета произошло какое-то очень вот такое сильное событие, да, которое, во-первых, сделало невозможную радиосвязь. И летчики приняли решение на возврат. Самолет правым виражом развернулся в сторону аэропорта. При этом видно, что он даже не заходил на посадку, да, аварийно, просто тянул в сторону аэропорта. То есть он фактически заходил там почти чуть ли не перпендикулярно полосе. И не дотянув, он упал. Видео, которое было опубликовано, такой огненный шар, который вот на ночном небе падает, видно, что достаточно крутая траектория. То есть это не глиссадо посадочное, это градусов 20-25. Ну, сложно сказать, в общем, потому что непонятно, откуда снимали, какая точка съемки. Вот. Но понятно, что вот в этот момент самолет уже был неуправляем. Горел сильно. Еще интересный момент такой, что он упал фактически на поле, но нет ни сильной борозды, ни воронки. То есть взрыв был очень сильный, настолько сильный, и при первом же касании поверхности, что фактически самолет не успел зарыться. Все обломки очень маленькие. Даже если мы возьмем, допустим, вот малазийский Боинг сбит над Донбассом, там были крупные фрагменты. Крылово, здесь этого нет. То есть был очень сильный взрыв. Конечно, основные версии, которые озвучила сейчас Украина, в отличие от Ирана, технические проблемы, ничего подобного. В данной ситуации пожар, двигатель, это уже не причина, это следствие чего-то. Все, что в конечном итоге привело к катастрофе. Вот. Но версия терапия на борту, соответственно, версия сбили. Она была интересна с самого начала потому, что вот если мы начинаем смотреть геополитическую ситуацию, все понятно, да, то есть американцы уничтожают Сулеймани в Ираке, Иран тут же грозится ответить, Америка тут же объясняет, что, как только вы, кстати, ответите, 52 объекта будут уничтожены с воздуха, Иран запускает 10 боевых ракет, и понятно, что ответка будет через воздух. То есть Иран сразу переводит, кстати, все силы ПО в полную боевую готовность. В этой ситуации, кстати, продолжать эксплуатацию гражданских аэропортов было, я считаю, просто преступление. Ну, кстати, у меня в связи с этим есть такой вопрос, что сегодня, согласно флайт-радару, вполне себе происходили и продолжались рейсы гражданские, коммерческие авиарейсы, перевозящие наших пассажиров из Дубая в Москву и так далее. Насколько это... Ну, понимаете, дело в том, что даже после уничтожения малайзийского Боинга, МН-17, еще несколько часов аэрофлот летал над Украиной, понимаете? То есть это вопрос уже к нашим авиакомпаниям. И, в общем-то, мы видим по событиям последнего времени, ну, можно вспомнить, кстати, катастрофу Шереметьево 5 мая и так далее, что авиационная безопасность в России, ну, на последнем месте. По итогам прошлого года наша, кстати, аварийность гражданской авиации, то есть впереди нас уже не только Европа и Америка, уже и Китай. Поэтому, ну, это вопрос к нашим авиакомпаниям. А это решение, вот решение, например, запрещать ли полеты над какой-то территорией или нет? Закрывает воздушное пространство страна. Это кто-кто принимает страна? То есть, вот, допустим, Иран должен закрыть воздушное пространство вообще или там, допустим, какие-то аэропорты, вот. Но сами авиакомпании вправе принимать решение, куда лететь, куда не лететь. И, в общем-то, некоторые авиакомпании изначально уже несколько дней не летают над Ираном. Ну, в общем, логично, да. Это вопрос безопасности. То есть, как авиакомпании заботятся о безопасности своих пассажиров, экипажей, материальной части и так далее? Скажите, пожалуйста, кстати, вот это расследование само, в чьей юрисдикции такого рода расследования катастроф бывают? То есть, страны на территории которой или страны... Все вопросы расследования регламентируются приложением 13 Конвенции гражданской авиации КАО. Там четко сказано, что расследование проводит страна вместо события. Это Иран. Но она, кстати, может кому-то делегировать. Это такое политическое решение, как в свое время Украина по малайзийскому Боингу передала расследование голландцам. То есть, Иран. Но он обязан привлекать страну-эксплуатант Украина, страну-разработчика Соединенных Штатов, страну-производителя Боинга. Это тоже Соединенные Штаты. Поэтому Иран вправе в самом деле не передавать, допустим, черные ящики кому-то. То есть, он не обязан передавать? Не обязан. Но там четко сказано в документации, что если у него есть оборудование и достаточная квалификация сотрудников для чтения этих черных ящиков. С моей точки зрения, было бы логично, чтобы он передал куда-нибудь в третью страну. Вот если, допустим, опять же мы посмотрим МОЖ-17, там получилось, когда нашли черные ящики, сепаратисты тоже сказали, отдадим только Москве. Мы сказали, ну зачем нам такой подарок? И тогда они были переданы Малайцам, Малайзии. Малайзия передала голландцам, а голландцы передали Великобритании. И расшифровка была Великобританией. Поэтому сейчас, с моей точки зрения, Иран, если он реально хочет, если он реально ни при чем, если он реально хочет уйти от всех обвинений, там, в ангажированности, что там это, и так далее, он бы тоже мог кому-то передать, чтобы под его присмотром, под его контролем, в присутствии всех заинтересованных сторон производилось скрытие и расшифровка. Он ничего не потеряет. Другое дело, что любая такая попытка, как бы, стянуть ояву на себя, она, естественно, приводит к неким подозрениям нечистоплотности или так далее. Вообще, это очень сложная ситуация, потому что, во-первых, это самая горячая точка сейчас на нашей планете. Она находилась на момент катастрофы до заявления Трампа, такого более миролюбивого. Мы фактически стояли на грани войны. И посмотрите, какой состав погибших. То есть там не только же иранцы, там и украинский экипаж, там, соответственно, 50 канадцев. Там многое. Поэтому это затронуло всех. И та же Канада, и немцы и так далее, они будут требовать объективного расследования. А Иран, в общем-то, сейчас настолько токсичен, что к нему пристальное внимание. Поэтому, с моей точки зрения, Иран, пусть он должен, хочет рулить, это ради бога, но должен принять максимальное количество экспертов, для того, чтобы потом результаты расследования были всеми признаны. Иначе это все бессмысленно. Ну, то есть, если есть понимание, что расследование такой чудовищной катастрофы не должно становиться заложником политических, геополитических всяких игр, и проведено добросовестно, в интересах всех сторон, максимально широко привлечь специалистов. Тем более, что по интернету гуляют фотографии уже обломков нашей ракеты, поставленной в Иран. Соответственно... Кстати, насколько достоверны эти фотографии, эти обломки? Ну, это вопрос отдельный. Но, тем не менее, Украина правильно говорит о том, что они должны попасть на место, они должны сейчас этот обломок найти и понять, он имеет какое-то отношение к упавшему самолету, или, может быть, его там подбросили, или он там лежит уже неделю и так далее. То есть, ну, в любом случае, вот эти фотографии, эти сведения, а особенно то, что сейчас говорят американцы, вот буквально, да, говорит о том, что версия внешнего воздействия на самолет становится приоритетной. Потому что, в самом деле, опытный экипаж, новый самолет... Только что обслуженный, да. Только что обслуженный. Ну, конечно, вероятность может какая-то быть, что все равно случилось. Но, тем не менее, вот, если сейчас смотреть вот все возможные версии, то, конечно, вот вопрос внешнего воздействия снаружи ракеты или взрыв изнутри в виде теракта, он выходит на передний план. Скажите, пожалуйста, а почему, кстати, как я понимаю, аэропорт имени Хамени в Тегеране, он считается сложным, его отрабатывают на тренажере? Что в нем такого сложного, не знаете? Ну, честно скажу, мне сказать сложно. Я с этим вопросом не разбирался. Но, очевидно, какие-то национальные особенности, может быть, состав оборудования аэропорта, может быть, вопросы захода. Но в любом случае здесь вот именно из-за этой сложности в составе экипажа был инструктор. Вообще это был реально опытный экипаж. То есть там у командира 11 тысяч часов налета, соответственно, трое пилота 9, у инструктора 12. Это, в самом деле, очень сильный, очень подготовленный, очень квалифицированный экипаж. Такой налет, ну, это очень редко, в общем-то, и в аэрофлоте, и в нашей компании. Это вообще очень редкий налет, такой достаточно большой. Ну да, и вот как экс-президент, собственно, авиалинии сказал, что мы прям специально, это рейс нашей гордости, тренировка, и мы тренировались. Кстати, вот пока мы с вами разговариваем внезапно, президент Трамп проснулся тоже и сказал, что вот лично он очень сомневается в версии неполадок механических. То есть он тоже гласует за версию внешнего воздействия, но при этом на его слова немедленно отреагировал официальный Киев. И, как я понимаю, из администрации президента Украины сказали, что считают преждевременным делать какие бы то ни было выводы о причинах. В данном случае администрация президента Зеленского гораздо умнее, чем президент Америки. Почему? Потому что... Сейчас очень важно не сделать какого-то лишнего комментария. Да, да. Потому что в данной ситуации началось расследование, на месте работают специалисты нескольких стран, и сейчас вот вся информация должна быть взвешена только от них. То есть сейчас любые заявления политиков, вот что он считает по причине катастроф, они неправильны. Заявление, допустим, канадского премьера очень правильно. Он надеется и хочет, что расследование будет наиболее подробным и тщательным. Это правильное заявление. А что там кому, в какой стране, к чему он склоняется, с моей точки зрения, это, в общем, политиканство. Спасибо большое. Кстати, вот как вы думаете, есть надежда на то, что относительно какие-то сжатые сроки это расследование будет завершено, или будет такой второй боинг своего рода, бесконечная рана? Если нет политической составляющей, если там в самом деле чисто какая-то техническая причина, то, в общем-то, это будет известно более-менее. То есть вот по нормативу ИКАО первый отчет должен появиться по итогам года, или в течение года. То есть предварительный отчет в течение месяца, а потом в течение года. А если здесь есть политическая составляющая, значит, будет некий умысел каким-то образом чего-то как-то избежать. Политическая составляющая вы, собственно, имеете в виду внешнего воздействия. Да, но если, допустим, это было внешнего воздействия... То есть если бы он был сломан, или сломался, или сам как-то ухал, Ну, конечно, но вот смотрите, допустим, он был сбит ракетой, да. Соответственно, иранские военные это знали в первую секунду. Но в течение суток еще гуляла, соответственно, версия техническая. И самое интересное, что наши российские СМИ стали пропагандистски продавливать именно иранскую версию. Что вот эти слухи в интернете, там на форумах гуляет, это, в общем, все интернет. А на самом деле там, кстати, техническая неисправность. То есть вот тут видно, что мы как бы помогаем Ирану в его версии. В этом плане Украина более последовательно. Вот есть вот целый ряд версий, включая технические. Ну да, они как-то очень аккуратно сказываются. Аккуратно. Ну, это понятно, да, почему. Потому что им выплачивать, соответственно, компенсации и так далее. Вот. И в случае технической проблемы. То есть они говорят, что вот есть несколько версий, включая техническую. Мы расследуем все. Они, в общем-то, с точки зрения расследования, они, кстати, равноценны. Это очень правильный подход. Мы, опять же, начинаем вот какие-то политические игры. Россия, к сожалению. Сейчас, если увидится, что там еще и наша ракета, ну, соответственно, у нас получится... Это не будет говорить о том, что, конечно, у нас ракеты хорошие, потому что мы сбиваем гражданские самолеты, они очень легкие. Ракеты, вот, ты мне подскажешь, неправильно назвать ее нашу, мало ли. У нас полмира воюют. Ну, по крайней мере, на фотографиях там наш... Не наша, а российского... Производства. Производства. Да, это говорит о том, что мы продаем ракеты, кстати, за рубеж. Ну, каким-то отъявленным мерзавцам. Ну, знаете, ракеты вообще вряд ли хорошие ангельские люди покупают. Так что, что уж, на что мы на святое замахнулись. Вадим Павлович, спасибо вам большое. И я надеюсь, что в относительно скором будущем мы сможем еще с вами поговорить о каких-то уже результатах. Спасибо большое. Да, хорошо. Спасибо.